Вопрос официальной регистрации брака вас не оставляет равнодушными, тогда вам будет интересен наш разговор, который сейчас мы и начнем. Обычно регистрация брака в Украине имеет определенные правила. Вы вдвоем приходите в ЗАГС, по умерению регистрации, подаете заявление на регистрацию гражданского брака, вам назначают день, время, вы начинаете готовиться к свадьбе, в общем, долго. Многие из нас проходили через подобное сами или помнят свадьбу знакомых, когда у дворца бракосочетания выстраивается настоящий парад невест, трудно понять, дети, гости. Брак за сутки – это пилотный проект Министерства юстиции Украины, который успешно работает уже несколько лет в нескольких городах нашей страны, теперь и в Днепре. Брак за сутки – это официальная регистрация брака без длительных ожиданий. Вот как, что, каким образом, об этом Игорь Шурин, заместитель начальника управления, начальник отдела регистрации актов гражданского состояния, правобережный Днепровский горсовет. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Что это за проект такой, брак за сутки? И пилотный проект «Брак за сутки» – это такой пилотный проект, который предусматривает возможность вступить в брак, его зарегистрировать в органах регистрации актов гражданского состояния, не ожидая месячного срока. С Семейным кодексом Украины установлено, что брак регистрируется после истечения месячного срока с дня подачи гражданами соответствующего заявления. Для того, чтобы этот месячный срок не ждать, не выдерживать, можно воспользоваться таким пилотным проектом и зарегистрировать свой брак, ну, можно сказать, в считанные часы. Ой, как интересно. Мне очень нравится. Я, как человек, который категорически не любит ждать, вот как раз мой формат. Но я понимаю, что это не просто для нетерпеливых. Почему возникает необходимость в такой ускоренной регистрации? На самом деле у каждой категории граждан свои причины для этого. У некоторых это может быть срочный выезд за границу. Некоторые просто не хотят ждать. Вот хотят здесь, сейчас, прямо... Ну, такие, как Наталья Карскова. Да, такие случаи тоже есть. Иногда брак за сутки очень пользуется спросом у иностранцев, которые не могут подолгу пребывать в Украине. То есть они приезжают непосредственно уже на это время? Они приезжают на определенное короткое время, на неделю, там, дней на 10. Они приезжают, воспользуются этим пилотным проектом, регистрируют свой брак и уже в новом статусе, скажем так, да, могут уезжать себе на родину. Какие-то подводные камни есть вот у такой быстрой регистрации? В принципе, для чего нам дается иметь, что мы подумать успели, передумать и снова передумать, да? Возможно, возможно. На самом деле процедура регистрации брака, скажем так, в рамках данного пилотного проекта, она ничем не отличается от регистрации... В каких-то особенностей нет, да? В ЗАГСа, да. Единственная особенность это то, что брак за сутки заявление подается у организатора. Этот пилотный проект, он реализован в соответствии с распоряжением Кабинета министров 502Р от июля 2016 года, и там предусмотрена процедура подачи именно документов на такую регистрацию. В принципе, по пакету документов он стандартный для всех. Ну вот пакет документов стандартный, всегда это можно посмотреть на сайте. И куда с этим пакетом? Если же мы говорим о браке за сутки, то мы обращаемся непосредственно к организатору. Организатор — это юридическое лицо публичного права. В данном случае в Днепре у нас есть пять таких организаторов. Это коммунальное предприятие Бюро технической инвентаризации Горсовета, это коммунальное предприятие Арт-территория нашего Днепровского Горсовета, это коммунальное предприятие Агропроект Техбуд, это коммунальное предприятие Счастливый город и коммунальное предприятие Сетан. То есть у нас есть пять организаторов, непосредственно к ним граждане обращаются, заключает договор на проведение такой, скажем так, процедуры в рамках пилотного проекта. Организатор их ознакомливает с порядком, собирает необходимый пакет документов. Это паспорта, если граждане у нас иностранные, паспорт должен быть с переводом нотариально заверенным. Если же граждане ранее пребывали в браке, то документ, который подтверждает факт расторжения брака. Эти документы организатор собирает у граждан, отправляет на орган регистрации. Орган регистрации проверяет правильность пакета поданных документов. И в оговоренный срок, в определенном оговоренном договоре месте, граждане регистрируют свой брак. Слушайте, сложно даже представить, что все так просто, потому что то, что вы рассказываете, мы привыкаем, что это уже такая пролонгированная процедура, вы говорите за сутки. Уже были какие-то у нас такие регистрации? Брак за сутки – это его условное понятие. Брак за сутки, он может, точнее, не так. Регистрация в рамках этого пилотного проекта может занять от нескольких часов, если граждане не состояли в браке, если это граждане в Украине. Да, если не нужно дополнительных проверок никаких проводить. То есть у нас граждане первый раз вступают в брак, пришли, подали. Если орган регистрации согласен, например, здесь и сейчас выехать, зарегистрировать, орган регистрации приезжает, регистрирует, и люди уже счастливые тут же получают свои заветные свидетельства о браке. Если же у нас случай с иностранцами, необходима проверка их законности пребывания на территории Украины, эта проверка может занять от дня до нескольких дней. В принципе, тоже в нашем реале достаточно быстро. Но это, скажем так, в разумных пределах. Документы исключены оригинал или можно уже в электронном виде подавать? Нет, на данный момент процедура еще предусматривает документы. Я думаю, что это следующий шаг. А нет ли случайно на мысли сделать процедуру развод за сутки? На самом деле, очень часто граждане спрашивают за такую процедуру. Но Семейным кодексом Украины определено, что семья является наивысшей социальной ценностью у нас в стране. Поэтому государство всячески способствует появлению новым ячейкам общества. А вот развод не поощряется. А известна стоимость уже услуги брак за сутки? Стоимость услуг может быть абсолютно разной. Все зависит от того, что непосредственно наши любимые молодожены хотят получить. То есть в пакет входит не только непосредственно сама регистрация, но еще и какая-то красота вокруг? А то он и организатор, что не обращается к нему. Вот это уже интересно. Рассказывайте про это. У организатора они оговаривают все условия. Это может быть обычная регистрация, условно, в кабинете. То есть это брак за сутки еще и под ключ? Конечно. Можно и так сделать, безусловно. Организатор им может предоставить условия, например, фуршета, каких-то музыкального какого-то сопровождения. Есть случаи, когда браки за сутки регистрируются в самолетах, на воздушных шарах. Не знаю, на кораблях еще регистрируют или нет, но это все обсуждается. Хорошо, но есть какая-то минимальная сумма для понятия, от чего отталкиваемся? Ну, здесь стоит отталкиваться, что, как правило, данная регистрация, она по стоимости несколько тысяч. То есть нужно отталкиваться от такой стоимости. То есть тут нужно понимать, что услуги организатора сюда входят, услуги органа регистрации. Ну, безусловно, все, кто участвует в этом процессе. Регистрация за пределами органа регистрации, она облагается определенным тарифом. Это предусмотрено непосредственно субъектом предоставления этих услуг. Поэтому здесь чисто вопрос индивидуальный. Игорь, ну вот вы упомянули, что пять организаторов у нас в Днепре на сегодняшний момент. Каким образом будущие молодожены выбирают своего организатора? На что надо ориентироваться? По месту жительства ли ближайшие? Регистрация брака, она происходит без привязки к месту жительства вообще. И, соответственно, можно обратиться в любом городе, независимо от прописки, независимо от гражданства, либо его наличия, либо его отсутствия. Вы обращаетесь в любой понравившийся вам, ну скажем так, заведение. Обсуждаете. Есть контактное лицо, конкретно брака за сутки. Обсуждаете с этим лицом все необходимые интересующие вас условия. Обсуждаете, договариваетесь, заключаете в договор и пользуетесь. Спасибо вам большое. Игорь Шурин, Днепровский горсовет, рассказывает нам о новом проекте, который реализуется в Днепре. Ну, проект не такой уж и новый, 16-го года, в принципе. Но для Днепра это уже такой ноу-хау. Почему-то мне кажется, что это будет очень и очень востребовано, друзья. Но давайте вспоминать, что к такому событию, как брак, нужно все равно подходить ответственно, даже к ускоренному браку. Сначала взвесьте все за и против. Возможно, проконсультируйтесь с юристом.